Уже на протяжении двух дней в Свято-Троицком приходе особенно многолюдно. Паломники стоят, невзирая на холод и ледяной ветер, в большой очереди ради того, чтобы помолиться Святой Матренушке, как в народе называют Святую Спасительницу и Помощницу. Жила она сравнительно недавно, каких-то полвека назад, однако своими добрыми делами смогла остаться в памяти многих и заслужить Божью милость помогать людям в трудных жизненных ситуациях. Прославилась и при жизни, к ней много приходили, многим помогала, но потом умерла, как это всегда часто бывает, и забыли человека. А вот сейчас вспомнили. Ну, конечно, в связи с тем, что сейчас, слава Богу, свобода совести, религии, а тогда этот 52-й год, знаете, 50-е годы, тогда было, конечно, не так. Поэтому и быстро забыли люди. А теперь все вспомнили. Теперь всем, знаете, свободно можно обратиться к Богу. Тогда и вспоминают всех, кто нас раньше окружал и своей святостью мог кормлять нас. Вот поэтому мы и обращаемся к Матроне. Незадолго до смерти святая Матрена сделала главное предсказание, которое касалось ее самой. Она знала, что после ее смерти о ней забудут, однако через несколько десятков лет люди вспомнят о Матренушке Московской и будут в молитвах просить у нее заступничество. Так и случилось. Об исцелениях и чудесах святой известно много. Она предсказывала дальнейший ход исторических событий, дарила утешение и помогала принимать правильные решения. Протоиерий Евгений рассказал историю человека, которому помогла святая. И вот он услышал об этом, этот человек, бывший заключенный. Поехал туда и так же, как мог, помолился, конечно, говорит батюшка. Пришел, ну просто говорит, ну горе, ну как мне жить, опять преступники идти или что-то. Ну и закончилась его молитва. И буквально вот он приезжает на вокзал и встречает старого знакомого, который занимался бизнесом. И они разговаривали, оказалось, ему нужен был шофер на газель, чтобы возить товар в вязнике. И у него как раз права были. И вот он устроился, и вот он после этого изменился просто. Стал церковным человеком, семья, все, дети. И вот такой вот счастливый. Матрона Московской была и остается великим подвижником, заступницей нуждающихся и спасительницей просящих. Еще при жизни к ней обращались самыми разными проблемами. Неизлечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, несчастная любовь, потери работы, гонение со стороны начальства. Она учила не осуждать ближних, ценить каждый момент жизни и не уставать делать добро. И сегодня на ее могиле уверовавшие получают исцеление, совершаются чудеса. Возможно, именно поэтому и сегодня Матрона Московская заступница и защитница. На исцеление, на поклонение, о здравии. Пусть у всех хранит Матронушка святая, пусть у всех хранит людей. Всех, у всех, у весь мир, у весь мир пускай хранит. Ну, я верю в Матронушку, она поможет попросить что-нибудь у нее за здоровье, матери, сестры младшие. Матрона Московская еще при жизни была любимицей народа. А сейчас, после причисления к лику святых в 1998 году, церковь едва справляется с человеческим потоком. Тысячи людей идут сюда за утешением, за исцелением, за надеждой. И тем, кто по-настоящему верит, она обязательно приходит на помощь.